В пятницу вечером инспекторы ГИБДД провели очередной рейд по массовой проверке водителей на состояние алкогольного опьянения. В результате за несколько часов выявлено около 30 различных нарушений правил дорожного движения, от тонировки до езды без прав. Участить проверки на трезвость инспекторов вынудили сами автомобилисты. За 4 месяца этого года в городе Иваново зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в нетрезвом состоянии. В этих ДТП погиб один человек и 16 человек получили травмы тела. По сравнению с прошлым годом, конечно, идет у нас увеличение количества ДТП на 15%, погибших на 100%. То есть проблема достаточно серьезная. Результат этого рейда привел в недоумение даже видавших виды инспекторов. За рулем иномарки находилась эта девушка. Она, как и ее супруг, это видно невооруженным глазом, находились в нетрезвом состоянии. А на заднем сидении автомобиля мирно спала их трехлетняя дочь. Интерес инспекторов и телекамер мать семейства только веселил. Девушка, а вы сегодня выпивали? Конечно. Серьезно? Да нет, что? Шучу. Супруг автоледи такому интересу к их делам семейным не обрадовался, попытался помешать съемке. Леха, у меня богатство семейное. Видите, она как бы хочет стать актрисом. Я вижу все, у меня ребенок в машине орет. Ничего с этим дела. Ничего с этим дела. Вызвать такси сюда надо. Вы руками-то поаккуратнее. Вызвите сюда такси. Поаккуратнее. Я с вами хорошо с руками обращаюсь, а вот с этими ребятами плохо. Леха, это всего лишь страшное, что вы. Проверка показала степень опьянения водительницы 0,4 промилле. Показатель немалый даже для мужчин. К сожалению, по закону наличие ребенка в машине отягчающим фактором не является. Девушка ожидает стандартное для всех нетрезвых водителей наказание. Девушке в этом случае грозит штраф в размере 30 тысяч рублей лишения права управления транспортным средством от полутора до двух лет. Ее транспортное средство будет изъято, поставлено на штрафстоянку. Она отстранена от управления данным транспортным средством. Автомобиль Читы эвакуировали на штрафстоянку. Добираться домой нетрезвым родителям придется пешком. Жертвой ситуации оказалась их дочь. Но это не самое страшное. Чем могла закончиться такая семейная поездка? Наталья Романова, Андрей Семиволков, Картова Иванова.